30 лет обмана научного мира Вымышленные доказательства, которые годами преподносились мировой общественности, одно за другим скандально разоблачались, показывая, сколь бесстыдно эволюционисты могут манипулировать фактами. Последний пример подобных манипуляций был разоблачен 16 августа 2004 года в журнале «Шпигет». В статье обличался профессор Франкфуртского университета антрополог Райнер Протчфон Цейт, возглавлявший лабораторию углеродного анализа с 1973 года, который умышленно искажал возраст важных палеонтологических останков. После раскрывшейся махинации профессор подал в отставку, однако искаженные факты, производившиеся в лаборатории Протча, публиковались десятки лет во всех учебниках и научных изданиях мира, и теперь создана целая комиссия, которая будет исправлять все так называемые научные факты и переиздавать книги, их содержащие. Комиссия заключила, что профессор Протч систематически увеличивал возраст всех найденных в Европе останков людей на десятки тысяч лет. Но границы скандала не ограничились лишь этим. Британская газета «Гардиан» опубликовала заключение, что Протч, в дополнение к вышесказанному, занимался еще и производством продажей фальшивых ископаемых останков. В заключении комиссии университета было доказано, что Протч на протяжении 30 лет вводил в заблуждение ученых всего мира своими околонаучными махинациями. Разоблачение Протча началось после того, как в Оксфордский университет были отправлены на экспертизу ископаемые останки людей, найденных в Европе, и которые Протч датировал, как принадлежавшие каменному веку. Результаты, полученные лабораторией радиоуглеродного анализа Оксфорда, вскрыли чудовищную ложь профессора. Оказалось, что останки, возраст которых Протч определил, как 21 300 лет, были всего лишь 3300 летней давностью, а останки, датированные в 27 400 лет, принадлежали человеку, умершему 250 лет назад. Среди ископаемых останков, возраст которых был сфальсифицирован профессором, были и останки человека Ханхофер Санда, которого эволюционисты считали важным промежуточным звеном в цепи обезьян человека. Протч определил на свое усмотрение возраст человека Ханхофер Санда в 36 тысяч лет, и ученый совет объявил останки этого человека, как долгожданное потерянное звено в так называемой эволюционной цепи человека. Более того, он был выставлен в Гамбургском музее Гермса. Однако, как оказалось после анализа, экспонат был не доказательством теории эволюции, а доказательством фальсификации эволюционистов. На поверку все оказалось колоссальным обманом. Тесты, сделанные в Оксфорде, показали, что возраст выставленного так называемого обезьяны человека всего лишь 7500 лет. И все стало ясно. Человек Ханхофер Санда был обыкновенным человеком, не имевшим никакого отношения к обезьянам. Иными словами, ученые-эволюционисты в очередной раз из останков человека сделали реконструкцию обезьяна человека и без тени сомнения пропагандировали его всему миру как научный факт. «Печально то, что эволюционисты массировано внушают через средства массовой информации ложь о случайности зарождения жизни и эволюции человека всему миру. Она преподносится так научно, что мало кто из людей хотя бы пытается задуматься над тем, что им внушается с экранов телевидения, через журналы и музейные экспозиции. Поэтому долг всех думающих, размышляющих, верующих в истину божественного сотворения жизни людей четко представляет себе масштабы эволюционистской пропаганды и, что самое главное, цели, которые преследуют эволюционисты, отрицая Творца и его заповеди. Внушить людям, что жизнь на Земле возникла случайно, а человек произошел от обезьян и не существовало никакого Творца. Цель эволюционистов – создать бездумную массу людей, лишенную духовных ценностей и боязни перед Богом, которыми легко манипулировать в своих корыстных целях». Заключение Современная наука неопровержимо доказала, что безупречный, совершенный план каждой детали Вселенной есть творение Бога, владыки беспредельного могущества, знания и мощи. Открытие палеонтологии, микробиологии, молекулярной биологии, биохимии и генетики последних десятилетий свидетельствуют, что теория эволюции – это миф историй, не имеющий ничего общего с научными фактами. Все, что мы видели в этом фильме, показывает – эволюционисты не в состоянии предъявить ни одного доказательства, ибо их нет. По сей день научная ложь об эволюции жизни удерживается на повестке дня при помощи фальсифицированных доказательств, о которых мы здесь говорили. И пока они будут продолжать упорствовать, они будут производить все новые фальшивые доказательства. Но надо помнить, что борьба с истиной, тем более путем обмана и псевдонаучных махинаций, лишь пустая трата времени, которая никогда не приведет к победе. Продолжение следует...